друзья всем привет с вами оксана лифенко и сегодня я предлагаю вам сшить подъюбник кружевной для кукольного платья для того чтобы ваши платьица были пышные и красивые там где это необходимо это платьица кстати мы вязали с вами для мини полочек вот с такой юбочкой если вязать спицами два миллиметра и пряжей дива то получится вот такое платье правда здесь лифт от подружек с рукавом фонарик но то платьица тоже отлично садится прямо с обычным регланчиком на куколок так но тема нашего видео не платье а вот такая вот юбочка вот у меня вторая ее пышность смотрите размер кружева здесь у меня одинаковым то есть длина кружева вот на этой юбочки и на этой юбочки но здесь кружева присборено чуть слабее поэтому вот эта часть длиннее здесь 90 сантиметров а здесь сборка кружева чуть сильнее и соответственно фатина здесь меньше 72 сантиметра и так давайте с вами быстренько пробежимся по материалам что нам понадобится но естественно в первую очередь кружева хотя нет первую очередь на инофатин кружева просто придает красивая такая окантовочка мне больше нравится когда выглядывает кружева чем фатин а я уже не раз показала у меня есть три варианта кружева с алиэкспресс до скажу что я думаю что все эти материалы можно приобрести и в обычном рукодельном магазине но вот кто живет как я небольших городках то алиэкспресс вот мне сейчас будет вода алиэкспресс то есть вот такое кружево я попробовала самым первым очень мне нравится хорошее качество цена у кружева от 40 где-то до 55 может быть рублей в зависимости от вида значит вот и продается она обычно по 5 по 10 метров это цену назвала за по моему за пять метров да вот вот это кружево 40 рублей 5 метров или 5 скорее всего 5 ярдов так потом я по мне попалась вот такое кружево она мне понравилось чуть больше чем она очень нежная и из него получаются красивые платья вот которые мы с вами с кружевом вязали кружевные но из этого тоже не более таки знаете стоячие получается то есть вот такой вариант я на всякий случай ссылочки вам снова продублирую под видео переходите смотрите и выбирайте и но больше всего я сейчас потому что я его как бы третьим попробовал остановилась вот на таком кружево особенно когда если мы делаем вязаный подъемник но там дим как бы мы связываем кружева мне прямо очень нравится вот эти вот полукруглые складочки очень красивая это если не ошибаюсь 74 рубля за 10 ярдов или метров они пишут иногда метры присылают ярды так это кружево чтобы подъемник был красивый но непосредственно сама основа у нас фатин да у меня вот такие рулончики опять же это aliexpress так такой хотя вроде темный цвет данного наверное ну немножечко видно я их покупала очень давно я сейчас перешла на страничку товара пишет такого товара уже не существует но я нашла подобный и это видео выйдет чуть позже потому что мы сейчас с вами вяжем пальтишко и я думаю что уже фатин придет ко мне я закажу на пробу вот как раз у меня салатовый цвет заканчивается чтобы вам уже тогда можно было рекомендовать продавца вот они стоят пределах 130 рублей вот за такой рулончик это у меня уже начатый здесь вот эта ширина 15 сантиметров она как раз отлично подходит для юбочек а мы будем делать с вами два слоя и кружева пришивать вот по этим юбочкам что я показала беру ровно вот такой вот рулончик и ничего не обрезаю если будете в своем магазине ткани покупать там есть фатин на метраж ну просто будете отрезать нужное вам количество то есть не обязательно вот эти вот рулончики но я когда-то набрала себе а много разных расцветок и они меня постоянно выручать и вам сейчас быстренько покажу но опять же не знаю будет ли соответствовать расцветки потому что уже магазин будет другой вот красивый цвет 22 вот такой вот голубенький и типа тиффани вот 54 вот так они выглядят вместе а вот этот красивый который для вот этого кружева взяла это 17 вот он это мне уже тоже 2 рулончик 14 вот такой вот розовый обычный белый 0 1 желтый 45 это у нас 12 оранжевый его темные оттенки наверное даже ни разу не доставала 38 коричневые 53 такой вот синенький и темно-синий 28 так по резиночка еще нам понадобится резиночка тоже у меня вот такая тоненькая 3 миллиметра вот мой рулончик стоит она 5 ярдов 44 рубля и она классная тоненькая плоская в общем чудесная так дальше возможно без него можно обойтись можно использовать булавочку но вот этот инструмент алиэкспресс за две штуки 60 рублей здорово облегчает жизнь пожалуй все сейчас будем по расходу говорить смотрите резиночку сразу скажу я отрезаю 13 сантиметров это хоть нашитый хоть навязанный подъемник италия у нас у куколки около 12 надо сейчас мы проверим 14 будут плюс-минус 14 сантиметров фатин я сразу не отрезаю сейчас процессе поймете я отрезаю кружева нужной длины у меня вот наталью 14 сантиметров на вот этот объем который я вам показала я отрезаю полтора метра кружева а уже фатина как бы сколько получится если что для примера я вам потом замерю и скажу сколько его у меня ушло получается я так думаю смотрите если талия 14 сантиметров кружева я отрезала 150 сантиметров если это для тех кто будет на другую куколку шить то получается что на 1 сантиметр талия у меня идет где-то 10 и 7 лет я четко как бы потеряла 10 и 7 сантиметров кружева то есть 10 11 сантиметров умножайте на обхват талии и вот получите приблизительно такую юбочку как у меня что давайте начинать с вами шить друзья давно не шила но надеюсь моя машиночка сейчас меня не подведет и так нам нужно проложить с вами первую строчку для сборки сразу скажу что мне нет никакого профессионального швейного образования просто вам делюсь показывая как это делаю я и по правилам таких строчки нужно проложить 2 я всегда ленюсь их когда 2 сложнее они дают более равномерные складки но их чуть сложнее собирать поэтому я делаю одну обычная строчка и выставляю вот этот движок на максимум то есть ширина стежка максимальная тогда будет легко идти наша сборка меня еще иногда спрашивают оксана как определить лицевую изнаночную сторону кружу потому что они очень похожи так камера будет возможно дергаться прошу прощения у меня тут такие спартанские условия смотрите я всегда определяю вот изнаночная сторона такой изнаночная сторона она более ну гладкой вот если вы пальцем проведете то есть тут рельефа не слышно на лицевой стороне ну то есть ту которую я считаю лицевой видно вот эти вот стежки от вышивки но на самом деле та сторона которая вам больше нравится ту и используете так сейчас я попробую приловчиться и строчку я буду прокладывать на сейчас посмотрю как у меня лапка сядет ну где-то вот так вот я обычно просто чтобы было ровненько то ориентируясь по какому нибудь краю лапки может у меня будет сейчас не очень прямые получаться ровненько той чтобы проложить строчку ровно я буду следить вот сейчас за лапкой ты чтобы кружева у меня шло ну вот по по краю лапки так первые стежки обычно я делаю чтобы ткань уже пошла вручную пищем и так нет ни шьему почему они штама машинку не включили видите с большой шириной стежка кружева уже даже будет немножечко само присбарываться вот вот ой простите у меня кстати верхняя нить такая тугая какая-то вообще-то я ее ни разу не настраивала за все время что пользуюсь итак смотрим простите вот такая строчка у меня получилось на ширине стежка 4 сантиметра достаточно большая можно даже было бы и меньше взять и теперь мы берем за один хвостик нити лучше за нижнюю она будет лучше ну тут как бы кружева тонкая она и так будет хорошо как одни руки в кадре вместо полотна мы берем нижнюю ниточку и за нее тянем и делаем сборку еще пышнее 6 секунд я потом вам покажу мне есть лапка для сборки как она делает там я просто один шовчик прохожу и у меня получается уже сразу готовая присборенное полотно но эту лапку нужно брать фирменную потому что я попробовала лап ну я купила фирменную потом думаю если хорошая то я попробую с алиэкспресс и смогу тогда вам сказать что как бы нет смысла возможно переплачивать но она совершенно там не хватает одной детальки ким с алиэкспресс плохие они дешевые но плохие так и вот так вот по всей длине смотрите собрали чуть-чуть с этой стороны только равномерно это я вам сейчас вот так на камту и старайтесь чтобы складочки были ну как бы красивые равномерные вот и перейти со второй стороны легче потому что на полотно у нас с вами длинная и со второй стороны также сама так мы шили вот так значит вот тут у нас лицо тоже подтягивайте с этой стороны нам не нужно выйти на какую-то определенную длину просто делайте такие складочки какие вам нравятся вот мне например нравится вот такая сборка так я и оставляю вот эти ниточки можем пока не завязывать сэкономим себе время мы потом за раз все вместе и завяжем и теперь берем наш фатинчик я прям не отрезаю беру с рулончиком и мне кажется что лицевая сторона как та которая сверху вот рулончика ну они в общем то ну нет все таки мне кажется вот это вот наружная сторона она есть лицевая и если вы как бы не очень уверенно владеете швейной машинкой то лучше сделать наметку вот руками сейчас проложить строчку я же сейчас просто сколю булавками но иногда я и даже как бы без них прошиваю и вот здесь чтобы ничего никуда не убегала я вот прям по кружу то есть достаточно как был большой такой захват делаем давайте наверно наметаем потому что на камеру мне не очень удобно так берем иголочку с ниточкой и смотрите чтобы удобно потом и она легко у вас вышла то я буду строчку прокладывать прям вот рядышком со сборкой чтобы они ну рядом располагались а поэтому я буду иголку которая для наметки вводить чуть ниже для того чтобы иголка вот от машинки и и не цепляла и ее легко можно будет потом удалить то есть мы сейчас просто делаем черновую строчку чтобы легче было шить так вот идете и собираете так то есть но я думаю что вы все знаете что такое же волька проходим и зато вот так вот пальчиками поправляете делаете эти складочки если вдруг до этого у вас было не совсем равномерно то делайте их равномерными так но я думаю что все этого мне хватит дальше как бы я без камеры справлюсь и смотрите сейчас вдруг вам будет не очень хорошо видно когда я буду шить обязательно когда мы шьем вот эти вот складочки расправляйте чтобы строчка их не захватал то есть вот этот кранчик у нас по эту сторону от кружева это кружева здесь то есть чтобы не было вот так вот да это будет уже не очень красиво обязательно мы здесь убираем но я обычно где-то вот на двоечке где-то вот так вот это машинки у всех как бы разные поэтому смотрите такую строчку которая вас устроит предварительно можно на клаптики потренироваться чтобы не испортить свое произведение потому что фатин он шьется но он тоненький поэтому там надо регулировать возможно в настройках мы сейчас с вами проверим так тяжеловато мне и через лампу через штатив пробраться но сейчас попробуем и шовчик как я и сказала я буду стараться прокладывать по предыдущей по предыдущей строчки так проверяем первые стежки чтобы у нас не заживала вовнутрь так и с богом если вот видите я вижу что у меня кружево подвернулась лапку чуть-чуть подняли поправили поехали дальше и когда лапку поднимаем то игла у нас опущенная должна быть это она как бы у нас все съедет и конечно же машинку ведем потихоньку для того чтобы если вдруг где-то что-то случится мы могли быстренько остановиться и и и и и и и и кстати кто вдруг специалист какой-то меня смотрит у меня так туго ниточка идет верхние так вот что у нас должно в итоге получиться это у нас лицевая сторона и это нас изнаночная вот видите на вот приблизительно вот на таком расстоянии фатинчик у меня пришит вот эту мы вытаскиваем с вами сборочную и живу личную ниточку так и сейчас отрезаем саму фатинчик ниточки вот эти в сторону убираем чтобы нечаянно не отрезать и здесь ровненько режем так и сейчас я замерю сколько у меня фатина ушло на случай если вы будете шить из большого отреза то есть длина фатина у меня получилось где-то 72 сантиметра вот 36 в сложенном виде то есть где-то 72 ну отрезки чуть больше с запасом если вы будете отрезать для того чтобы у вас ну как бы все и но это индивидуально зависимости от того насколько вы присборили вот это вот это вот наше кружево так и теперь мы с вами берем складываем кружево пополам но не кружева уже нашу наше полотно вот таким образом чтобы лицевая часть у нас то есть вот вот эта у нас лицевая часть была изнутри так и скалываем можно вот такими штуками можно булавками можно сшить главное чтобы вам было удобно и быстро вот эти штуки кстати тоже на алиэкспресс продается но я у нас покупала магазинчики и вот эти вот все ниточки собираем в кучку и прям через оба полотна завязываем конечно же если вы собираетесь шить такие юбочки и продавать их за большие деньги то лучше все эти узелочки аккуратненько иголочкой внутри строчек я так думаю пройтись и спрятать но обязательно мы их завязываем чтобы у нас ничего со временем не распустилась два-три узелочка будет достаточно теперь смотрите чтобы не давать машинки задний ход я не очень люблю мне не очень хорошо получается и в то же время для того чтобы у нас узелок от шва не был здесь внизу не выглядывал я сейчас начну шить вот так вот сюда отсюда начну наискосок а потом уже пойду на нужную мне строчку и тогда этот узелок у меня останется так снимаем нашу прищепочку и теперь непосредственно мы уже будем шить сам шовчик и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну здесь смотрите по желаемой длине юбочки и еще я буду начинать отсюда шить и будет удобнее булавку вот этот шовчик я на эту сторону закинаю в принципе как бы без разницы но так удобнее резиночку втевать лично мне и по длине юбочки то есть если вам надо покороче то вы можете прям вот ну полностью как бы по длину кружева согнуть если надо чуть подлиннее то можно вот не до конца кружева я обычно где-то сделал делаю ну вот на две трети на серединку вот так даже чуть чуть ниже вот этой вот если кружева у меня с вот этой средней полосочкой и сгинаем лучше возьмите булавочки закалите или прометать для того чтобы у вас ровненько все было какова у нас должна быть ширина вот здесь да на каком расстоянии проложить но тут все просто так чтобы у вас вошла либо будет булавочка бутылочка хотя либо булавочка либо вот тот инструмент ну я обычно где-то ну вот вот может сантиметр отступаю и шьет ну как раз наверно по свою лапку я шью вот видите у меня вот здесь вот немножечко выступает ну если вот я правильно понимаю то сантиметр нет да ровно сантиметр мне показывает линеечка и не спеша шьем ой если вы рискуете как и я без живульки то вот такими вот небольшими кусочками шейте фиксируйте пальчиками и поехали теперь смотрите важный момент вот здесь ну где-то сантиметра два я не дошиваю чтобы естественно мы могли туда подлезть с резиночкой и в дети и вот и для того чтобы нам не завязывать еще лишних дополнительных узелков мы вот эту ниточку по крайней мере ну нет я думаю да я двумя шью вот эти ниточки мы вытягиваем по длине и потому что мы прям ими это отверстие и зашьем то есть вот такой вот хвостик и мы им и будем вот это отверстие то дырочку зашивать вот так у меня получилось практически готовый результат сейчас справимся еще с вами с резиночкой и можно носить так теперь я вам обещала лапку для сборки продемонстрировать но это нужно только для тех кто собирается много шить вот я шила платьица для полок никак не выпущу это видео и она вот для сборки юбочки ну ну прям как бы чудесно облегчает вы вот сейчас на кружеве увидите хотя кружева ею шить чуть-чуть сложнее важно она будет хорошо собирать если вся платформа будет по ткани идти это у меня фирменная лапка здесь я нигде не нашла каких-то обозначений что это там женом или еще что-то но она шла у меня в фирменной в такой упаковочке чем она когда я получила лапку с алиэкспресс и сравнила их чем она отличается ну помимо металла наверное может быть еще в алиэкспрессовской нет вот этой вот задней перемычки и соответственно она наверное не ходит должным образом и не делает сборку хотя когда я заказывала отзывы на лапку были ну там много было положительных отзывов но обычно как мы получили товар посмотрели а в целости пришло ставим там 45 звезд и обычно как бы если мне нравится все это пять звезд ставлю а вот опробуем уже потом и когда я посмотри я не помню как на картинке но по-моему даже на картинке товара она была без вот этой перекладинке а когда я посмотрела реальные отзывы но нереальные они как бы понятно что нереальные смысле с фотографиями кто вот оставляет фотографии к отзывам то у них лапки были вот как я подумала вдруг мне пришла такая бракованная нет у всех были лапки без вот этой вот перемычки и соответственно она тогда наверное не может функционировать должным образом поэтому она хоть там стоит и копейки но я считаю что это пить копейка рубль бережет не выкидывайте то есть если планируете много шить лучше купите хорошую так начать ниточку туда пущу кстати вот у такого ну как бы двухстороннего так крошу от когда и нас и здесь и здесь часто бывает одна сторона все равно аккуратнее вот видите не знаю видно ли вам на камеру здесь такие вот волосочки а здесь их нет вот мы там где волосочки мы ее отправляем наверх так как я и сказала здесь важно чтобы вот вся поверхность лапки шла вот по кружеву иначе она там чуть-чуть жевать может начать поэтому здесь шовчик может быть чуть дальше будет так и здесь вот эту вот штуку тоже переключаю на четверочку то есть на максимум поехали это важно я думаю нам достаточно чтобы посмотреть видите что получается то есть у вас уже идет она конечно менее присборено чем но мне кажется я больше собрала когда ниточкой но она зато получается такая вот равномерная плотная не знаю можно ли тут подтянуть по моему можно здесь только мне ниточки перепутались то есть по моему можно можно увеличивать если вам нужно но как бы я для юбочек не увеличивая вот так вот прям шью и все да кстати я же забыла вас про лайки попросить попросить куда попросили поэтому пожалуйста если вы все еще со мной смотрите эти юбочки то если вы еще и напишите комментарии то будете совсем молодцы поможете мне и моему проекту сейчас я дожью вот это кружево уберу машинку и будем заканчивать нашу юбочку друзья видите если кружево мы присобираем чуть слабее вот как у меня на красном подъюбнички соответственно то фатина вам потребуется немножечко больше здесь мы с вами измеряли было 72 сантиметра то здесь 9 90 сантиметров так и пора нам их завершить смотрите вот эти вот ниточки обе которые у нас от начала и конца шва мы их вытягиваем вот сюда на изнаночную сторону сразу потому что потом у нас будет уже резиночка будет не так удобно чтобы мы могли с вами затем узелочки из по завязывать все ниточки забрали приступаем к резиночке вдеваете ее либо булавочкой либо вот этой штучкой об ведь как хорошо и заходим сюда в серединку и начинаем потихонечку и и протягивать почему потихонечку потому что поначалу вот здесь вот нам нужно закрепить с вами конец резиночки чтобы она у нас соответственно не убежала так размер резиночки я вам говорила по моему 13 сантиметров это с учетом нахлёста вот и вот так вот старайтесь вот что я вот эту штуку или булавку ведем ровно для того чтобы у нас резиночка не перекрутилась потому что она плоская не круглая у нас было с вами совсем красивенько вот вытянули пальцами я перехватила и теперь отжимаю зажимчик крепкий так и два хвостика вот так вот вместе хватаем тут теперь можно чуть подтянуть для удобства стараемся не перекрутить чтобы у нас было ровненько и вот где-то ну один и два наверно у меня нахлёст делаем и сшиваем резиночку либо петельковым хвостик вот внутри прям резиночки прячьте не хвостика этот какого узелочек и шьем я шью например с одной стороны сначала и потом с другой чтобы для надежности уж точно резиночка никуда не делась то есть я вот че вот это ну кажется это петельковый называется сейчас вот один край резиночки прошью и с другой стороны так надежно сшили резиночку проверили теперь вот выпрямили находим ту ниточку которой вот мы шовчик не дошили моё по длине и с вами оставили и прям эти две ниточки вдеваем в иголочку и теперь швом назад иголкой или любым другим швом мы закрываем вот это оставшиеся отверстие нам его оставлять смысла нет потому что я не думаю что кукла износит эту резиночку и нам придется ее менять поэтому мы аккуратненько идем до нашей первой ниточки вот сшили теперь завязываем узелок вместе с первыми ниточками можно конечно и отдельно так он придется два узелка вязать и так один экономим и все четыре ниточки вдеваем в иголку и теперь чтобы эти нитки у нас не торчали пусть они у нас торчат тут в серединке где-то мы вот сюда там где у нас резиночка уходим и отрезаем все расправляем вот эту вот часть и наша юбочка так это у нас то на сознанка вот она и наша юбочка готова украшать платьица кстати забыла сказать вот этот фатин с алиэкспресса он мягенький возможно там есть и жесткие не знаю нужно читать отзывы но этот мягенький для кукольных юбочек как бы самое оно но чем жестче фатин тем он будет ну вы понимаете да он будет лучше форму платья держать ну вот как вы видели в начале видео держит хорошо юбочка платье вот друзья я вам обещала проверить какого-нибудь другого продавца вот я получила фатинчик единственное тот цвет который я заказать хотела он скорее всего apple green green то есть яблочный зеленый это у меня bright green без номеров видите вот неудобно на тех у того продавца были наклеечки с номером цвета потому лучше запоминать хотя в истории заказов там всегда видно это bright green то есть ярко зеленый такой же мягенький как и мой мне кажется качество абсолютно такое же вот этот рулончик стоит 130 рублей и здесь 25 ярдов в одном ярде 90 сантиметров то есть здесь где-то 18 ну наверно 23 метра вот так вот где-то общем 25 умножить на но 9 так то есть а по качеству такой же как и у меня который я вам уже показывала уберу потом и попался мне тоже в поиске вот такой фатин и я решила его заказать чтобы посмотреть потестить и вам сказать стоит не стоит здесь уже поменьше ярдов то есть если здесь 25 то здесь 10 ярдов и стоит это дороже чем вот этот моточек 215 рублей но почему я именно этот захотела заказать не знаю насколько конечно это будет практично в том плане что вот эти блески они по идее должны все сыпаться но посмотрите какова красота и не знаю камера передает или нет то есть здесь идет градиентная вот наверно от этого фиолетового до повтор уже пойдет а вот это на на уже пошел повтор то есть смотрите какие переходы там есть несколько вариантов цветов и есть также однотонные просто с блесками однотонные с блесками стоит дешевле чем вот этот градиент то есть это 215 рублей однотонные где-то 130 если не ошибаюсь с блесками но тоже там 10 ярдов то есть не 25 как здесь таких красиво будет юбочки но вот я уже вижу все у меня тут начинает блестеть но красиво и вот этот фатин видимо за счет здесь и переплетения на на чуть другие но за счет вот этих вот в основном за счет этого блеска он более жесткий то есть ведь он как бы сама по себе даже вот так вот юбочка держит форму это можно даже не обязательно как под юбником можно связать какую-то нижнюю основу а потом вязать как мы с вами с кружевом вязали так и здесь сделать как бы собрать это с помощью крючка и будет верхнего такая юбочка мне это будет тоже очень красиво и интересно смотреться а если те которые делают юбочки вот так они юбка пачка да когда нарезают полоски и ну как бы как узлом их завязывать на резинке да если вот так длину делать тоже шикарные переходы получаются я не вижу видно вам или нет но надеюсь что вам видно так все ссылочки на этих продавцов я вам оставлю поэтому шейте подъемнички создавайте красоту смотрите итоговый результат мне кажется практически одинаковый потому что длина кружева то здесь одинаковая то есть нижний ярус он по-любому такой будет единственное здесь вот чуть поплотнее наталия получается здесь чуть-чуть как бы свободнее благодарю вас за внимание надеюсь у вас все получилось получилось пишите свои комментарии лайк пожалуйста можно поделиться в соц сетях и я буду рада видеть вас в следующих роликах пока пока